Здравствуйте! В эфире программа «Тема». Сегодня мы поговорим о пожарной безопасности в осенне-зимний период. У нас в гостях начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы главного управления МЧС России по Белгородской области Гусев Алексей Анатольевич. Здравствуйте! Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, в Белгородской области начался отопительный сезон. Что говорит статистика? Увеличилось ли количество пожаров в областном центре? Если взять цифры статистики, то по итогам работы за 10 месяцев в Белгородской области зарегистрировано 686 пожаров, на которых погибло 50 человек. Травм получили 32 человека. Несмотря на то, что у нас по пожарам и погибели показатели снижаются, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, тем не менее, на каждом 13-м пожаре мы теряем жителей Белгородской области. А в городе Белгороде как дела обстоят? В городе Белгороде у нас немножко похуже. Зарегистрировано 89 пожаров, идет снижение. А по количеству погибших мы потеряли 7 человек в городе Белгороде. В прошлом году это была цифра 5 человек. То есть здесь идет увеличение по погибшим именно в городе Белгороде. А какие районы наиболее уязвимы? Это частный или многоквартирный сектор? Как правило, у нас основные объекты, где происходит пожар, это частный сектор. А каковы же основные причины возникновения пожаров? Основная причина возникновения пожаров – это нарушение правил эксплуатации электрооборудования и электроустановок. Вторая причина идет – это неосторожное обращение с огнем. Что касается статистики, по нарушению правил устройства электрооборудования – 2,3,4 пожара, в результате которых погибло 12 человек. И по неосторожному обращению с огнем – это 145 пожаров, в результате которого мы потеряли 31 человек. Это связано с отопительным сезоном? Отопительный сезон, да. То есть нарушают правила эксплуатации? Но я же знаю, что ваше управление проводит большую профилактическую работу. Вы ходите в частный сектор, объясняете людям правила эксплуатации. Вот расскажите об этом направлении работы. Действительно, мы сейчас вступили в активную фазу программы отопления. В результате наших профилактических обходов, встречи с населением, мы проверяем исправность электрооборудования, печного отопления, состояние газового хозяйства. Идет комплекс мероприятий по проверке всего того, что используется для отопления жилища. Потому что если взять многоквартирный дом, то в принципе централизованное отопление закрывает очень много вопросов. И людям не надо задумываться о том, чтобы отопить свое жилище. А вот в частном секторе у нас есть проблемы. Какие проблемы? Печное отопление. Весь год оно не используется. Летний период прошел. Если человек не позаботился о состоянии своей печки, то в принципе при начале отопительного сезона где-то трещины, где-то какой-то ремонт проведен. Есть дефекты, есть нарушение целостности печи. Ну и соответственно отсюда идет проблема, возникают пожары. Если это электрооборудование, то же самое оборудование где-то подремонтировалось своими силами, своими возможностями. Возможно, какое-то изготовилось новое, хотя это категорически запрещается для проведения отопления. Необходимо использовать только сертифицированное оборудование, только оборудование, которое приобретено в сертифицированных торговых центрах. Ну и плюс необходимо согласие, разрешение соответствующих структур. Нужно согласование с газовыми службами, правильно? По газовому хозяйству, да, по газовому хозяйству то же самое. Очень много проблем, потому что даже банальный ремонт в квартире может закончиться бедой. Что необходимо при эксплуатации газового оборудования? Это приточная вентиляция, через которую поступает свежий воздух в квартиру. И вытяжная вентиляция, через которую газовый котел производит выброс отработанных газов в атмосферу за пределы квартиры. Зачастую у нас при проведении каких-то ремонтных работ производится перепланировка, заделка всех этих технологических отверстий различного рода строительными материалами, которых сейчас очень много. Даже обоим, если заклеить приточную вентиляцию, это будет большая проблема. Ну и, соответственно, не производятся технические регламентные работы, которые необходимо произвести перед тем, как запускать газооборудование. Даже элементарно не заключаются договора на техническое обслуживание. То есть люди надеются то, что висит он, висит котел, и так сойдет, все работает, ничего не надо. Хотя при заключении договора на техническое обслуживание представители, специалисты газового хозяйства или другая эксплуатирующая организация, которая заключила договор, она приходит, производит осмотр, регламентные работы, какие-то ремонтные работы по необходимости, и дает официальное заключение о годности газового оборудования к эксплуатации в зимний отопительный период. В чем заключается профилактическая работа сотрудников МЧС? Они разъясняют вот эти правила, выдают какие-то памятки или обследуют вообще объект на предмет безопасности? При проведении профилактических рейдов за истекший период 2017 года мы провели более 490 тысяч подворовых обходов с общим охватом порядка 550 тысяч человек. Более 43 тысяч обходов мест жительства лиц, относящихся к группе риска. Немаловажное значение вот именно эта категория, которая большие проблемы с пожарной безопасностью нам приносит. Проведено более полутора тысяч сходов и встреч с населением с общим охватом порядка 38 тысяч человек. Распространено порядка 500 тысяч экземпляров наглядной агитации на противопожарную тематику. 140 совещаний проведено с рассмотрением опросов обеспечения пожарной безопасности с представителями садоводческих, огороднических и дачных и некоммерческих объединений. С размещением на информационных стендах дачного объединения граждан инструкции о мерах пожарной безопасности. Направлено более 340 информаций в органы местного самоправления. 93 информации руководителям, собственникам объектов. Проведено 120 заседаний комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности всех уровней. Начиная с муниципального, заканчивая областным. То есть, очень такой внушительный объем работы, для того, чтобы донести до каждого минимальные требования по соблюдению пожарной безопасности. Ну, это вообще комплекс мероприятий, которые проводятся не только нашими сотрудниками. В этом задействованы очень много организаций. Газовое хозяйство, представители газовой службы, по электробезопасности также проводят энергоснабжающие организации. Всероссийское добровольное пожарное общество, которое проводит проверку печного отопления. Органы местного самоправления, которые занимаются по своей территории. Сотрудники управления надзорной деятельности. Что проводится при проведении вот этих профилактических мероприятий? Во-первых, разъяснение гражданам о требованиях пожарной безопасности. О том, что если человек сам не проведет какие-то регламентные работы и не подумает о безопасности, в принципе, никто его не спасет. В частном секторе особенно. Поэтому вручаются листовки при желании сотрудники, если собственник жилья приглашает провести профилактический осмотр, они смотрят. Они указывают на недостатки, которые есть в данном жилище и вкратце говорят, что нужно сделать, чтобы это исправить. Акцент делается, чтобы задействовать все возможные и невозможные ресурсы, чтобы довести именно требования пожарной безопасности до нашего населения. Что, возможно, спасет кому-то жизнь. Ну, если мы хотя бы жизнь одну спасем, то, я думаю, мы эту работу не зря проводили. Так каковы же основные требования по безопасному использованию печного и газового оборудования? Использовать исправное печное и газовое оборудование. Проводить регламентные работы. Необходимо все-таки обращаться к организациям для проведения осмотра, ремонта, которые имеют лицензию. На рынке Белгородской области сейчас таких организаций очень много. Этот вид деятельности лицензируется. Чтобы у этой организации была лицензия, не попасть на каких-то шарлатанов, чтобы действительно сотрудники, которые квалифицированы, оказали помощь, провели какие-то регламентные работы и... Обеспечили безопасность. Обеспечили безопасность, да, при отопительном сезоне. Совсем скоро новогодние праздники. Это всегда какие-то салюты, фейерверки, петарды. Вот здесь что посоветуете? Какие минимальные требования к безопасности должны быть? Действительно, в преддверии новогодних праздников хочется обратиться к населению, предупредить о всех проблемах, которые могут возникнуть при данных мероприятиях новогоднего характера. В первую очередь, приобретение сертифицированных пиротехнических изделий. Ни в коем случае нельзя приобретать где-то в переходах с рук у населения, у перекупщиков. Приобретение данного материала необходимо производить только в специализированных магазинах розничной торговли, которые проводят проверку. Все службы, начиная с пожарной безопасности, заканчивая антитеррористической защищенностью. Только специализированные пиротехнические изделия. Ну и по использованию тоже самое необходимо соблюдать меры, которые отражены в инструкциях по применению данных пиротехнических изделий. Необходимо запускать площадок специально определенных в каждом районе Белгородской области органами местного управления. Такие площадки определены, они есть, они размещены на сайтах администрации. То же самое в городе Белгороде. То же самое в городе Белгороде. Использовать только на этих площадках. Запрещается применять их с балконов, с открытых окон. Ну и понятно, в помещениях их вообще даже думать об этом нельзя. А вообще были такие случаи? Ну есть у нас, которые запускают с балкона. Да, такие случаи есть, они выявляются. Чем заканчивалось? Заканчивалось и травмами, если взять статистику по травмпунктам, по посещаемости в эти новогодние праздники. Да, и по тему травмам статистика приличная. Если все-таки у наших телезрителей возникнут какие-то вопросы по пожарной безопасности, давайте озвучим данные обратной связи. Куда обращаться, чтобы сообщить о возможном пожаре или нарушении правил пожарной безопасности? В главном управлении МЧС России по Белгородской области есть телефон доверия, который работает в круглосуточном режиме. 39-99-99. Всегда на нем дежурит должностное лицо, которое готово принять любое заявление. Если это касается нашей службы, мы его отработаем внутри главного управления и доведем потом информацию до заявителей. Если это касается служб других, ну, соответственно, дежурная служба переадресует это в другую службу, по которой будет проводиться проверка или отработка данного обращения другой службой. Также на сайте главного управления размещены адреса и телефоны отделов отделения надзорной деятельности, которые находятся в районах, во всех районах у нас такие подразделения имеются, которые тоже, ну, не в круглосуточном режиме, но по письменному обращению граждан, либо по телефонному звонку, отреагируют на любое обращение, окажут необходимую помощь, подскажут, как надо правильно сделать, ну и, соответственно, разберутся во всех вопросах, которые у заявителя будут. Алексей Анатольевич, спасибо большое, что так подробно ответили на все наши вопросы. Спасибо вам за приглашение. Это была программа «Тема». Увидимся на телеканале «Белгород-24».